Всем привет! Меня зовут Дичанка Анастасия Сергеевна. Я в прошлом году ездила в школу Стеллу, в Прагу, учила там чешский язык. И мне всё очень понравилось. В этом году я еду второй раз, туда только уже на месяц. У нас было там очень интересно. Мы с утра ездили на трамвайчике в столовую. Там мы завтракали, потом там недалеко была сама школа, мы туда ходили заниматься. Уроки были очень интересные. У меня была преподаватель Тереза, она сама из Праги. И она была очень весёлая. И у нас, ну так как у меня был первый самый уровень, самый низкий, у меня проходили уроки в такой более игровой форме. И мне было очень весело. И даже вот в игровой форме всё равно очень много запомнилось базового. Вот. Потом мы ходили на обед. Это прямо через дорогу было очень удобно. Не то, что через дорогу. Потом мы ездили на различные экскурсии. Мы даже ездили в Вену и в Дрезден. Всё очень понравилось. И кураторы тоже были молодые ребята. Тоже с ним было весело. Всегда было о чём поговорить. Вот. Потом после экскурсии мы ходили на ужин. Тоже всё было вкусно. И потом... А какие блюда у вас были? Ой, вообще у нас никогда не повторялись блюда. То есть каждый раз разные. Ну, я вот помню, нам всегда на обед приносили вот такую кружку газировки. И всегда было очень всё вкусно. Вот. И потом у нас было свободное время. И нас отпускали. Но иногда мы договаривались с Ольгой, с нашим куратором. И ходили на различные мероприятия, которые она нам советовала все вместе. Ели мороженое. Было очень весело. А вас делили по уровням? Да, по уровням делили. Получается, у нас было две чешские группы и четыре английских. Вот, по уровню. Потом... И английские тоже вас делили по уровню, да? Да, и то, и то делили. А там преподаватели кто были? Преподаватели были наносители. Вот, допустим, у меня Тереза была из Праги сама. Она практически не говорила на русском и пыталась вам как-то объяснить по-чешски. Ну, иногда было смешно. Но мы понимали её. У других ребят я знаю, там был учитель, он прямо из Америки приехал. Тоже вообще по-русски не говорил. И как-то приходилось понимать. И достаточно хорошо потянули язык. Хорошо. За счёт этого. Ты советуешь ехать в Прагу изучать чешский или английский язык? Да, конечно. Ну, а ты помнишь какие-нибудь там интересные случаи, там какие-нибудь... Да, что ты можешь вспомнить? Ну, на уроках что-нибудь интересное. Ну, на уроках я помню, мы вечно играли в игры. Тереза нам каждый день распечатывала... В интернете находила разные таблички с играми и приносила даже домино, приносила всякие фильмы нам показывали. Мы тоже вечно всё на доске писала, чтобы мы понимали, рисовала там, даже, ну, там, мама, папа, она рисовала, чтобы мы понимали всё это. А вы по чешски разговаривали? Мы так по чешски разговаривали. А с кем вы разговаривали по чешски? Ну, вот с Терезой. А ещё на улице или вообще где-нибудь разговаривали? Ещё, ну, когда вот мы подходили, допустим, к магазину, нам говорили, типа, вот чешские ребята, давайте на чешском спрашивайте, вы же учите. Вот, и, допустим, на экскурсиях некоторых нас делили на две группы, английская и чешская, и получается, нам на разных языках пытались рассказать экскурсии. И вы понимали? Ну, там, там был такой, допустим, у того английских, кто изучал английский, у них был вот чисто английский, у них не говорил по-русски, экскурсовод, а у нас он так, иногда на русском, иногда на чешском, потому что, понятное дело, что мы всё не сможем понять. А зачем тебе чешский язык? Ну, вообще, я планировала поступать в Чехию, учиться хочу. А зачем ты хочешь учиться в Чехии? Я думаю, страна, нравится город, очень нравится Прага, красиво очень. Хорошо, спасибо.